здравствуйте друзья вы видите солнышко в дыму солнышко дым от пожаров которые сейчас северной калифорнии ветер несет в нашу сторону а мы на open house то есть продается домик вот видите там табличка висит и на земле стоит вот такой домик я понять не имею что там чего сейчас мы все узнаем и вам расскажем могу сказать что от машины на один гараж судя по размеру двери вот тут такая как сказать верандочка можно можно так назвать не знаю как правильно заходим спросил риэлтора говорит снимай все что хочешь и так далее я думаю такая хорошая женщина вот снимаем значит да вот она я слышу тут по разговору три спальни два туалета где-то 140 150 квадратных метров так кухня ну что же хорошая кухня симпатичная вот у нас буклетик я без очков правда ну вот так я пытаюсь цену найти вот эти вот там будет полтора миллиона полтора миллиона ну что же достойно старый домик конечно он тут столетний вот это гараж я вам говорил на одну машину гараж вот он тут вы знаете он неплохо оборудован для гаража вот прям тут столько кабинетов вот этих вот шкафчиков и тут это гараж друзья который не знал давно не знал автомобиля да это у нас стиральная сушильная машина у них этот гараж прям как студия которую можно сдавать такое меня чисто внешних впечатлений так это мастер спальня очень-очень большая риэлтор говорит что что точно 150 на 200 тысяч было бы дороже но хозяева хотят продать до праздников до праздников и они вот как бы хорошую цену дают в общем так чтобы продать поскорее ну что тут их кладовочка давайте глянем мило вы знаете что мило такое как бы дополнительное помещение припахивает немножко сыростью не знаю вот посмотрите как у нас такая печка тут можно какой-нибудь иванушка дурачка на лопате туда запихнуть так у нас лимоны лимоны паунтри вау пальма друзья пальма прямо вот так стоит зачем простому человеку пальма вот такой высоты вот такой ширины не тени с нее не плода сочного ничего нет так ладно итак лимонное дерево тут у нас а это у них заехать во двор да вот эта дверь по идее должна как-то выезжать вы видите вот здесь моторчик стоит вот тут стоит моторчик вот цепь пошла и вот эта дверь она вся вот туда уйдет вон туда и здесь можно будет заехать то есть ну да то есть там есть гараж а здесь еще есть возможность заехать понятно так понятно а дом этот угловой участок угловой поэтому так получается все на болеет 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 явно это апельсиновое дерево какой-то дрянью приболел нам кей идем снова в дом идем снова в дом это очень просторный шкаф я хочу сказать для обычного шкафа он большой такое ощущение что они его может быть специально расширяли ли что-то делали большой пол новый положили и и здесь тоже там впереди новый пол а это старенькая друзья это старенькая так делали пятидесятые шестидесятые годы привет туалет ну-ка ну так в общем функциональных вот видно например что вот эта рама да вот стекло рама пластмасса это относительно новое все это не осталось с тех времен так о какой паркетный пол друзья посмотрите этот паркетный пол знал многое в своей жизни так хорошо дубовый паркет я так угол отойду вот там черное пятно я подозреваю что стояла какая-то такая цветочная горшок такой большой стоял с него наверно подтекала периодически такое у меня впечатление не обязательно ведь такой что сгорело но я думаю что больше натекло чем сгорел так ну здесь такое все ой потолок какой по сути для вам понравится это вот оригинальный их потолок который был вот на момент строительства мы сейчас узнаем какого возраста дом так тут еще комнатка ой посмотрите вон там наверху все хозяйство большое ой а мы здесь при мастились вот тут вот такое окошко ведь а здесь рама металлическая алюминиевая прикольно вот еще туалет тоже такой пол в общем-то знаю знавшие виды тепленьким дует знаете здесь вообще прохладно сейчас вот а там тепленьким поддувает из обогревательной системы осталось узнать когда был дом построен до 50-го года вещь надо сказать что я только сейчас заметил что помимо пальмы которые там в заднем дворе вот на фронте стоит секвой а или как у нас ее называют redwood а дать это красноватая правда вот видно такая красноватая секвой а друзья зачем простого человека секвой а вот спросите но есть есть светочка что ты скажешь про то что вы увидели нет и в камеру давай ну вот когда я снаружи посмотрел на этот дом я ожидала видеть высокие потолки такие знаешь и конечно этот человек который живет там он сам делает всю работу то есть он просто это его хобби он улучшает 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 и тут и там потихоньку и он фактически разобрал весь чердак положил там изоляция на чердак вот самом высоком месте можно даже стать во весь рост да ну на мой вкус он наверно хотел там может быть какое-то место сделать дополнительное но здесь нет места для ступенек а на мой вкус я бы конечно подняла вот эти ужасные балки которые сразу когда заходишь дом они прямо так давят по башке да и благо там действительно очень наверху весом я показал дом да реально много места и конечно если бы убрать эти страшные балки хотя бы из ливен герри и совершенно был бы другой дом и он по-другому посмотрелся но цены ты понимаешь как вот что меня смущает что вот цена этому дома да так вот по-хорошему четыре года назад миллион долларов максимум они сказали что был миллион семьсот сейчас они на 200 отпустили это миллион пятьсот подождем еще эти дома уйдут к миллион на миллион сто они уйдут и так страшные вещи рассказывать почему рассказал должен упасть на 30 процентов но он упадет на 30 процентов потому что очень завышенный ценный дом пятидесятого года ну хорошо он немножко сделки чуть-чуть чуть-чуть сделано добавили большой бедром на бахьярде практически нет места учитывая что это угловой лот лот какой площади он 6 соток но он угловой понимаешь у него до земли пропадает пропадали мы сзади практически нет места там двойной заезд то есть ему расстраиваться некуда ему расстраиваться некуда особо не надо должны соблюсти это гораздо одну машину то есть я хочу зрителю нашему объяснить что соблюсти это значит что они должны дом должен отступить от улицы и с этой стороны где мы стоим и с той стороны где то вот это может оказаться реально полезно хочет намного меньше чем на 5 сотка у младен который у вас не будет соседней а вот он удачно расположен действительно там получается как-то такое но индивидуально за счет того что он угловой то есть не со всех сторон есть соседи они так скрыт и в этом смысле все нормально вот но но конечно ребята нас уже перебор все светлана осмотрели и идем дальше а ты можешь сказать вот назначение вот этого шкафа железного а что он так и будет тут все время стоять а почему в других местах я таких как у нас на улице это пушка стоит да вон там друзья вот и видите стоит столб на столбе что там провода какие-то идут вот они как-то заходят в этот шкаф а тут написано и тнт это не пейджи не света это и тнт это телефон это телефонная компания да да я самом начале света сказал что пожары поэтому пасмурно солнце покажи вот да и такое ощущение вообще ощущение очень интересное персональное ощущение такого зимнего морозного дня когда пахнет камин чей-то когда как пахнет камином да и вроде небо такое в дымке от холода как да вот а на самом деле люди ходят в масках то есть уже было сообщение чтобы детей гулять гулять не выводили потому что качество воздуха хорошие на этой высокой ноте мы движемся дальше да